Поговорить о том, зачем мы вообще собираемся на месяц Рамадан, зачем мы вообще проводим коллективные ифтары, коллективные таравихи, какой смысл в том, чтобы каждый вечер собираться, выходить из дома и стоять на улице в не такую ещё тёплую погоду в Москве, да и в других городах России. Чего от нас хочет Всевышний Аллах, предписывая нам эти коллективные молитвы? Во-первых, Шейх Руслан, если позволите, хотел бы напомнить нашим братьям и сестрам, потому что сегодня пятница, и в этот день, брат Мухаммад, саллаху алейху ассаляму, сказал Наилучший для вас из дней это пятница, и в этот день больше делайте за меня салаватов. Поэтому, если взять пятничный день, и какое самое лучшее действие, дело для верующих мусульман в пятницу, из адгар и вспоминаний, это самый лучший в сегодняшний день делать побольше салаватов за пророка Мухаммада, саллаху алейху ассаляму. Когда ученых спросили в пятницу, что лучше больше читать в Коран, или больше делать салават, на что отвечают ученые, то, что лучше делать салават, потому что этот день, мухтаз, без салата алинаху алейху ассаляму, я в этот день больше делал салавата за пророка Мухаммада, саллаху алейху ассаляму. Если взять, например, день Арафа, Йому Арафа, Хабри, Дуа, Йому Арафа, самая лучшая дуа, это дуа в день Арафа, и пророк Мухаммед, саллаху алейху 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 ассаляму, будучи на Арафате во время Хаджи, сообъединил и сократил зухр и аср, дабы, чтобы намаз его не отвлекал от дуа. Поэтому сегодняшний день именно мухтаз, именно больше в этот день делает салаватов за пророка Мухаммада, саллаху алейху а calorам, делая некое напоминание себе и нашим братьям и сестрам. Что касательно совместных намазов от таравих Хотелось бы сначала канонически разобрать это Потому что часто задают вопрос Можно ли читать дома намаз от таравих Можно ли обязательно в мечети читать Обязательно его с джамаатами читать Или можно одному читать салат от таравих Рух Мухаммад сказал То, кто выставил рамадан в молитвах Имейте ввиду в таравих намазах Начать молитву с иманом, с верой И с надеждой, что его Аллах простит Аллах простит ему прегрешение Также в другом хадисе отдельно Про ночь предопределения То, кто выставил ночь предопределения С иманом, с верой и надеждой И то, что Аллах простит его Ему Аллах простит его прегрешение Что касательно коллективных намазов от таравих Во время пророка Мухаммада Саллаху алейху асалям читали Ирсалин Каждый сам читал отдельно Не с джамаатом Потом примерно 3-4 таравиха Пророк Мухаммад провел с джамаатом И потом оставил Боясь, что это будет фардом Боясь, что это обязательно за фард И так читали Ирсалин отдельно В то время Калифа Аббакар Аддаллаху Альху Когда был про халифом Аббакар Аддаллаху Альху В то время Читали тоже Ирсалин Каждый сам по себе И потом уже Умар Абин Хаттаб Собрал Сахабов за двумя имамам Убей бин Кааб И Тамим бин Аусаддари За ним два имама Которые были Которые были Честы Курана Когда пророк Мухаммад Саллахан Подходил к Убей бин Каабу И сказал Самый лучший из ваших честец Убей бин Кааб То есть смотрите Один из сахабов Напечался То что больше знал Хадисов от пророка Мухаммад Саллаху Ази Как например Абу Гурейр Кто-то отличался Своей справедливости Как Умар Абин Хаттаб Кто-то Сыдк Был именно Искренностью Честностью Как Аббак Кто-то был Стеснительный Был щедрым Как Уснан Ибн Афан Кто-то был Храбрый Как Али Ибн Абисаддар А честец Самый лучший Честец был Убей Даже один раз Пришел Мухаммад Саллаху Ази И сказал Я убей Инна Аллаха Анарани Акра Алейка Сурат То есть Каждый из нас Знает Кто такой Каждый из нас Кто такой Умар Али Уснан Но мало Кто знает Убей И вот этот Убей Ибн Абни Кааб Самый лучший Честок И когда Пророк Мухаммад Саллаху Ази Сказал Аллах Мне приказал Поведел Тебе Прочитать Сурат Абни Чтобы ты Меня проверил И тогда Убей Ибн Абни Кааб Спросил Я Расул Аллах Ассаммани О посланник Аллах Сказал Мое имя Тебе То есть Среди ангелов Аллах Сказал Убей Сказал Да И он Сильно Плакал От радости То есть Аллах Именно Сказал Того Кто Самый лучший Честец Кур'ана Именно Среди ангелов Произнес Его имя Поэтому Уважаемые Братья и сестры Этот месяц Кур'ана Этот месяц Чтения Кур'ана Выставим Молитвы И когда Мы видим То что Человек Приходит В мечеть И читает Намаз Вместе С джамаатом В эту ночь В ночь Рамадана То есть Видно Как его имя Наполняется Видно Как в это Время Происходит Именно Такое Братство Тепло Такое Между Братьями То что Вместе Делают Ифтар Намаз Просит Аллах Прощение Просит Аллах Милости Его Милосердие Его Рая Фирдаус Чтобы Зайти Через Двер Ар-Райян То есть Это Укрепляет иман Верующий Человек Дорогой Хазрат Мы Видим Как Торових Меняет Наши Сердца Мы Видим Как Он Сближает Нас Друг С другом Мы Видим Как Мы Сплачиваемся В единую Общину Как Единая Семья Выстаивая Молитву Даже На Холоде Даже Фактически Даже На Дороге Когда Стоят Наши Братья И Тогда Объясните Нам Пожалуйста Если Пророк Мухаммад Мир Благословений Не делал Этого Регулярно Джамаатом Почему Вдруг Зародилась Эта Традиция Насколько С точки Зрения Ислама Это Обосновано Прям Вот Скажем Поощрять Именно Коллективное Совместное Проведение Этого Намаза Может Быть Халифы Может Быть Сподвижники Увидели Какую-то Огромную Пользу В этом Намазе Что Они Начали Практиковать Его Коллективное Исполнение Пророк Мухаммад Сказал Алейкум Без суннаты В суннаты Хулафа Рашидин Берите Сунну И сунну Моих Калифов После Бена То есть Это Этар Который Нес Умар Ибн Каттаб В уму Когда Видел Что Было Сплоченность Между Мусульманами Когда Зашел Умар Ибн Каттаб В мечеть И увидел Когда Начали Разногласить По поводу Ракатов Кто-то Не читай В мечети И ты Читай Дом Не читай В мечети То есть Не нужно Спорить Ради Количества Ракатов То есть Ради Единства Мусульман Настолько Решительные Действия Предпринимались Победы Да Именно Чтобы Не было Разногласий Чтобы Было Талях Чтобы Было Братство Чтобы Было Совместное Молитие Пророк Мухаммад Читал 8 Умар Ибн Хаттаб Читал 20 Чтобы Больше Было Ракатов То есть Опять же Это Умар Ибн Хаттаб Увидел То что То есть Во время Порока Не было Разногласий Во время Порока Мухаммад Не было Такой Скажем Некой Фитны Между Мусульманами Она уже Началась Позже И уже Умар Ибн Хаттаб Собрал Их На Это Вместе Чтобы Было Именно Братство Чтобы Было Совместное Коллективное Молитие И так же Хотел Мы на Поклонной Горе Читаем Восемь Ракатов И Начинает Тоже Опять же Спор Почему Двадцать Или Кто-то Приходит В мечети Проспект Мира И говорит Почему Восемь Это Очень Такая Мас'эля Фикхия Когда Приходит Человек Например На Проспект Мира Или В мечеть Где Читает Двадцать Ракатов Читает Восемь Ракатов И Уходит Правильно Или Это Или нет С точки Читать Восемь То Иди В мечети Читает Восемь Если Хочет Читать Двадцать Иди В мечети Читает Двадцать Почему Потому Что Пророк Мухаммад Сказал То 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 Кто Читал За Имамом До Того Пока Он Не Закончит То Пока Не Прочитает Полностью Ракаты Не Пройдет И Не Прочитает Витр То Ему Если Он Полностью Выставит Все Молитвы Запишется Как Будто Он Выставил Ночь Поэтому Если Человек Читает Восемь Ракатов Там Где Читается Двадцать Ракатов Там Восемь Прочитал И Уходят То Ему Не Записывается То Что Он Выставил Молитвы Поэтому Ещё Полностью Нужно Выставить Все Молитвы Конечно Когда Видишь Вместе С Братьями Когда Вместе Читаешь Таравиха Это Совсем Другой Получаешь Некий Вкус Нежели Ты Читаешь Его Отдельно Нашел Вы Знаете Мой Такой Первый Таравих Он Случился В Петербурге В общежитии Первый Таравих Это мы Начали Делать Когда Со Всего Общежития Студенческого Собирались Дагестанцы Чеченцы Ингуши Арабы Карачаевцы Представители Других Народов Татары Для Нас Это Был Самый Лолшебный Вообще Момент Из всей Нашей Учебы Потому что Впервые Мы Молодое Поколение Встав На намаз Это Случилось В Рамадане Вдруг Начали Собираться Просто Ради Аллах Не ради Пустословия Не ради Того Чтобы Похвастаться Какой народ Круче Не ради Своих Спортивных Достижений А именно Ради Всевышнего Аллаха Мы Собирались Стояли Учились Проявлять Это Смирение Пред Всевышним Аллахом Учились Ценить То Братство Которое Мы Обретали Но По-настоящему Самый Проникновенный Таравих В моей жизни Случился Когда Я поехал В Дамаск Учиться В университет Абунур Субханаллах Я Я Я Уже Начал Понимать Смысл Аятов Священного Аллахом И Имам Читал Настолько Проникновенным Голосом Что У нас Рядами Рыдали Просто Вот Стояли В этих Длинных Рубахах Да еще Такой Североафриканский Вариант С капюшоном Накидывали Капюшоны Чтобы не видно Было их лица И я Просто Ощущал Как трясется Весь Ряд В унисон Просто Трясется Содрогается От рыданий Я видел Как Просто Мокнут Бороды Для меня Это был Настолько Огромный Духовный Опыт Настолько Он перевернул Мое сердце Настолько Он подзаребил Моиман Что у меня До сих пор От воспоминаний Об этих Таравихах До сих пор Дрожа Владевает Тело Понимаете И Я Я осознаю В чем Смысл Совместного Проведения Таравих Намаза И Очень Хотелось бы Сегодня Передать Сомневающимся Братьям И сестрам Стоит ли Посещать Стоит ли Вообще Делать Таравих Многие же говорят Что это сумма Что это Необязательно Что это Не фарс И Многие Ленятся Приехать Провести Эти Таравих В мечети Со своими Братьями И не понимают До конца Смысла Как Таравих Совместное Проведение Намаза Меняет Наши Сердца Как Укрепляет Наполняет Иманом И смиренностью Перед Господом И чем больше Мы будем Таких историй Рассказывать И напоминать В том числе В первую очередь Через призывы Пророка Мухаммада Благословения Тем Глубже Мы сможем Коснуться Сердец наших Братьев Чтобы Малай Изменил Их качество Вообще Руслан Знаете Как вы сказали Наша Всего лишь Проблема Уммы Наша Всего лишь Проблема Среди Братьев Стер Потому что Они говорят Это всего лишь Сунна В тот момент Когда мы Должны Говорить Это же Сунна Пророка Мухаммада А мы Смотрите Это всего лишь Сунна Сунна Что такое Это то что Делал посланник Аллах Да это Не обязательно Но за это Ты берешь Награду И любя Посланника Аллах Следуешь за ним Следуешь за Пророка Мухаммада Который Тебя везет В райской Обители Мы должны Развеличивать Сунну А не вот так К ней Относиться Это всего лишь Сунна Это раз Второе То что Почему в мечетях Это Макман Нур Там находится Нур Аллах Когда Аллах Нур Сказал После этого Сказал Где находится Вот это Его Нур Макман Нур То есть Вы в домах В мечети Аллах Есть Нур Это раз Второе Когда мы Едем В мечети И идем С каждым шагом Прощаются Грехи Как сказал Пророк Мухаммад Саллах Алейхи И То есть Каждому Чем дальше Живет Человек От мечети Едет туда Ему больше Награды Ему больше Когда говорят Люди Хочу Купить дом Рядом с мечетью Это хорошо Но Во время Пророка Мухаммада Саллах Алейхи Народом Народом Аль-Аус Каждое время Эти Например Одно Племет Курайшиты Вместе Шли Ночью Не видно Было То есть Никого Они Отдельно Шли Разговаривали О чем Говорили Амсариин Отдельно Шли Другая Кабиль Отдельно Шли И вдруг Пророк Мухаммад Саллах Алейхи Народом Я знаю Местоположение Амсариин Ночью Очень красиво Читали Куран И по их голосам Я узнаю Где они идут И когда Они жили Далеко от мечети И вдруг Освободилось место Рядом с мечетью Они хотели Переехать Там жить Чтобы рядом С мечети И тогда Пророк Мухаммад Саллах Алейхи Народом Сказал То есть Оставляйтесь Там Где вы были Чтобы вам За каждый След Больше записалось Награды И саллах Субхану В Коране Говорит Поистине Мы воскрешим Мертвых И запишем Зафиксируем Все что они сделали И зафиксируем Их следы И следы Которые они Ходили Когда в мечеть Каждый шаг Они проходили И это и запишется Как благо дело И когда Читаем За имамом Если имам Например Принимает Арабский язык Он делает Акценты То мы идем Как пророк Мухаммад Саллаху Алейху Ассалям Худайф Радаллаху Амин Говорит Я читал За пророка Мухаммад В Рамадане Намаз То есть Как только Реша закончилась Он сказал Аллаху Акбар Худайф Просидился К нему Прочитал Сураты Аль-Бакара Прочитал Сураты Али-Имран Второй Прочитал Сураты Аль-Нисан Дух Ракатов Намаза И говорит Где Аят Аят Где Аллах Предостерегает От наказания Ада Где Пугает Аллах Наказанием Своим Джаханнам Где Аллах Погружает В рай Он останавливался Плакал Просил Аллах Потом Пришел Билай И Сказал Намаз То есть Сночь Выставил Пророк Мухаммад Саллах Алейх Ассалам И Аиша Спросила Почему Ты столько Выставишь Твои Пятки Лопаются От поклонения Аллах Субхан Аля Тебе Аллах Простил Посмотрите Что Говорит О нас Аллах Субхан говорит Пророк Мухаммад Аллах Аллах Простил Все Что Было Из Не Быть Неблагодарным Аллах Субхан Аллах Простил Но Я Благодарю Аллах Субхан Аля Молитву И Правильно Вы Отметили Когда Когда Делает Имам Например Читает Как Дамаски Например Тоже В Рязи Когда Учили Наш Учитель По Корану За ним Мы Читали Таравих Потом В Харам Каждый Имам Делал Акцент На Том Или И Месте От Любви В Отношении К Аллах Субхан Аля И Когда Делает Дуа Я Помню Когда То Что Меня Сильно Так Вот Зацепило Когда В Ряде Был Ших Ад Аль Мухайсин Читали Намаз Потом Приехал Он Тоже Сириец Может Вы Слышали Ших Хусейн Аль Ушей Он Кари У него Десять Кратов Тоже Сдавали Ему Крат Для Дури Сдавали Экзамен По Рива Эти Дури Анки Ся Он Бахраин Имам Приехал Он Слепой Старик И Когда Он Поставил Имам Ших Ад Аль Крабин Тоже Ему Сдавал По Рива Куран И Когда Он Сделал Дуа Так Он Сказал Аллах Примет Наши Молитвы И Наши Посты И Не Брось Эти Наши Не Сделай Так Чтобы Ты Не Принял Потому Что Позор Тому Человеку Который Зашел В Рамадан И Вышел И Аллах Не Простил Именно Он Не И Поэтому Уважаемые Братья Сестры Сейчас Есть Возможность Мечети Были Закрыты Сейчас Есть Возможность Приезжать Молиться Вместе Мы Не Должны Упускать Эту Возможность И Также Мы Не Должны Объяснить Если Нет Возможность Приехать Мечети Читать Там Но Лучше Почитать Эту Мечети Тогда Можно И Дом Почитать Со Своей Семьей И Отдельно Почитать Аллах Аллах В этом Положении Обширно Аллах Дорогой Хазрат Мы Знаем Что У каждого Поколения Мусульман Есть Какие-то Свои Болезни Сердца Которые Ослабляют Наши Сердца И Я Вижу Что Сегодня В больших Городах Подобные Москве Петербургу Другим Большим Городам России Происходит Отдаление Мусульман Друг от Друг Какое-то Ибеаду Кулюб Отдаление Сердец Друг от Друга Потому Что Все В суете Все В зарабатывании Денег Все В своих Ежедневных Проблемах И Каждый Думает Ну Субхан Аллах Зачем Мне туда Сейчас Ехать Выстаивать На улице Лучше Я займусь Решением Каких-то Своих Ежедневных Дел И Меня Что Пугает Мы Перестали Друг Друг Ходить В гости Мы Встречаемся Зачастую В кафе Встречаемся Где-то Я не знаю На мирских Собраниях Мы Вот этого Братского Отношения Друг Другу Вкус Начали Терять Вот то Что было У первых Поколений То что Было В традиционных Наших Кавказских Селах Татарских Деревнях Вот той Близости Сердец В больших Городах Нет И Я вижу Что Как-то Даже Общение Между Мусульманами Происходит Поверхностно Без соприкосновения Сердец Просто Как дела Альхамдулляю Увидимся И все И Это Очень Рыхлая Община Становится У нас Очень Рыхлая Поверхностное Соприкосновение Друг с другом И все И расходится По делам Но Именно Месяц Рамадан Именно Собрание Каждый Вечер Когда мы Вместе Преодолеваем Эти Пусть даже Небольшие Но испытания И С новым Ощущением Новым Качеством Сердец С новым Прочувствованием Братства Мы Расходимся По своим Домам И разносим Эту частицу Братской Любви И сплоченности К своим Семьям И Мы Возвращаемся К своим Семьям Совершенно С другими Сердцами С женами Своими С детьми Своими С родителями Своими Мы Говорим Уже Получив Другого Уровня Совершенно Другого Уровня Заряд Имана Сплочения И Ощущение Того Что мы Единый Организм Вот Если Этого Не Приобретать В Большом Городе Мы Все Больше Будем Превращаться В труху Все Больше И Больше Отдаляться Друг От друга Просто Превращаясь В Братья И так Далее И так Далее И Напоследок Хотел бы Еще раз Братьям Привести Такой Пример Как Для меня Это тоже Важно Как для Политолога Как складывалась Община Мусульман В больших Городах России Ну На примере Москвы Долгое Время В 80-е Годы Мечети Практически Не заполнялись Приходили Старики Татарские Старики Которые Здесь Испокон Веков Жили В Москве То есть Редко Когда можно Было Встретить Кавказцам Редко Можно Было Встретить Студентов Арабов Которые Приходили В мечети Но Постепенно На протяжении 90-х Лет Мечети Начали Кавказа И Уже Потом Пошла Большая Волна Выходцев Из Средней Азии И Сегодня Мы Видим Как Мечети Наши Стали Местом Перемешивания Всех Народов Мусульманских Народов Бывшего Советского Союза Среди Нас И Татары И Башкиры И Нагайцы И Кавказцы И Выходцы Из Средней Азии И Братья Арабы И Работники Из других Стран Азербайджанцы И Новообращенные Мусульмане Это Просто Многоцветие Мусульманской Общины Которая Складывалась На наших Глазах На глазах Нашего Поколения Мы Видели Как Аллах Всевышний Преображает Наши Мечети Как Он Заполняет Искренними Верующими Которые Начинают Тянуться Друг Друг Из Любви Из Братской Любви Друг Друг И Из покорности Всевышнему И Джума Намазы Таравих Намазы Это Ключевой Фактор Это Самый Главный Инструмент Который Сплачивает Сплавляет Наши Сердца Воедино Это Кроме Той Награды Которую Мы Приобретаем Перед Всевышним Это Еще Огромный Эффект Имеет На Формирование Единства Мусульманской Общины Как Политолог Добавил То Что Ощущает Дорогой Хазар Прошу Прошу Что Так Долго Говорил Финальное Наставление Братьям С вашей стороны Дорогой Хазар Машалла Очень правильно Вы сказали Очень правильно Подметили И Это Мы Верующий Человек Он должен Как бы Вот Это Братство Если Прочувствовать Сладость Братства Это Много Стоит Когда Ты Делаешь Когда Ты Видишь Когда Брат Ему Дают Воду Он Дает Сему Брат Давай Вначале Ты Брат Потом Я То есть Некая Вот Эта Любовь Поэтому Аллах Субхану Нас Объединил Сказал Поистине Верующие Они Братя Поэтому Судный День Тоже Будет Когда Если Кто-то Из вас Зайдет В рай И Не Увидят Меня Там Спросите Обо Мне Посмотрите Какая Богобоязнь Братя Братя Поможет Судный День Когда Они Зайдут В рай Если Кто-то С ними Не Попал В рай Которые Были В Дуне Они Скажут Я Раббан Он Наш Господь Мы Полностью Не Можем Здесь Ощущить Некую Сладость Рая Прочувствовать Без наших Братьев Тогда Аллах Скажет Идите Вытащите Из Ады Ведите С собой В рай Такое Милости И Как Братство Полагает Не Только В этой Жизни Так Жи Судный День Аллах Судный Говорит В Коране Близкие Друзья Будут Судный День Друг Друг Врагами Кроме Богобоязненных Богобоязненные В раю Вместе Будут И в этой Жизни И вместе Будут В раю Наслаждаться Поэтому Еще одно Из плюсов Если в коллективном Намазе Когда мы читаем Мы находим Там братьев Поэтому Именно Дружим С праведными Людьми Которые Будут В этой Жизни Прочувствовать Эту Сладость Пообщаясь С ними Потому что Они что будут Делать Ради Аллаха По отношению Друг к другу Ради Довольствия Всевышнего Аллаха И вечности В раю И прочувствуем Эту помощь Поддержку Друг другу Поэтому Алхамдуллах Этот месяц Алхамдуллах Как сказал Кур'ан Сказал Несколько Количества Дней То есть Сегодня Мы читаем С вами Пятый Таравих Сегодня Будет Читаться Сегодня Четвертый Пост Четвертый День Быстро Все Пролетело И так Быстро Пролетит Весь Месяц Поэтому Братья и сестры Мы должны Постараться Воспользоваться Этим Месяцем Как Можно Максимально Пользоваться В чтении Кур'ана Востоянии Молитв Алхамдуллах Дуа Ихтары И так далее То что это Принесет И делать это Именно Искренне Должно Быть Постоянно Именно В этой жизни Приобрести Можно Что-то Это Тот Кто Первый Идет То есть Торопится И получает Это А приобрести Довольствие И положение Это Именно Для того Который Искренне Поэтому В конце Что хотел сказать Наши Сердца Это Подобно Сосуду Он должен Чем-то Заполниться Или Заполниться Чем-то Плохим Или Заполниться Чем-то Хорошим Поэтому Просите Свои Сажды Дуа Просите Дуа То есть Именно Когда Если мы Искренне Попросим Наши сердца Будут таковыми И тогда Это побудит Нас И Выставить Молитвы Мессии Побудит Нас Делать И Прочувствовать Сладость Веры Дорогой Хазрат Вы Просто Не даете Даже Завершить Беседу Каждый Пример Который Вы Приводите Наталкивает На еще Одно Напоминание Самому Себе И Нашим Близким Братьям Я очень Хотел На этом Акценте Напоследок Акцентировать Вмание На этом Аспекте Вот Смысл Того Чтоб Мы Следовали Судне Смысл Того Чтоб Мы Следовали Судне Понятно Это поклонение Понятно Это стремление К довольству Всевышнего Аллаха Но в этом Заложен Огромный Психологический Воспитательный Момент Тоже В каком Смысл Когда Мы хотим Стать Похожим На какого-то Человека Мы пытаемся Вести себя Как он Вот я Своему сыну Говорю Если ты Видишь Какое-то Хорошее Качество В другом Человеке Мужество Справедливость Начинай Вести себя Как он Начинай Стоять Держаться Как он Начинай Говорить Выдержанно Как он Подражание Это первый Шаг К тому Чтобы обретать Качество Того человека У которого Мы хотим Подчеркнуть И подражание Пророка Махамаду Мир ему Благословить В тех делах Даже в маленьких Делах Которые он Совершал Это наш Первый шаг Наш физический Первый шаг К тому Чтобы психологически На уровне Сознания Имана Начинать Ощущать Что мы Приближаемся К его образу Понятно Он Недостижим Его величия Его глубина Его Его Багобайз Недостижим Для нас Но мы Хотя бы Приближаемся И Вот Как вы Говорите Передаете Друг другу Воду Субханалла Казалось бы Маленький шаг Но Этим самым Мы переживаем Тот Невероятный Момент Мужества Самоотречения И любви К братьям Которые пережили Сподвижники В битве При Муте Когда Ибн Хариса Когда Джафар Ибн Амутали Когда Абдуллах Ибн Равах Когда Субханалла Они стояли До конца Против огромной Двухсоттысячной Византийской армии Ибн Абдуллах Ибн Абдуллах Ибн Абдуллах Ибн Абдуллах Ибн Абдуллах Который 23 года Воевал Против Против Мусульман В этой битве Был Ранен Очень Достаточно Жестоким Образом Как Он Передавал Воду Своим Своим Близким Братьям Для того Чтобы Они Смогли Первыми Утолить Жажду И Мы Как бы Повторяя Эти поступки Мы Пытаемся Обрести Ту степень Богобоязненности Которую Обладали Сподвижники И сам пророк Мухаммад Миром и Благословением Я на этом завершу Дорогу Хотел Очень Донести На наших Братьев Вот этот Глубочайший Смысл И с точки Зрения Поклонения И с точки Зрения Психологии Формирования Личности И с точки Зрения Воспитания До каждого Из наших Братьев Искренне Я вас Благодарю И прошу Прощения Если Принес Какие-то Неудобства Дорогой Правильно Вы сказали Вот это Подражание Как говорят Поэты Старайтесь Быть похожи На них Даже если Вы не из них Поистине Старайтесь Быть похожи На праведность Это уже Есть успех Барак Аллах Всевышний Да Воздаст Благословим 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 Салах Благословим Алейкум Салах Благословим 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 Благословим